еще раз день мы продолжаем у нас эксперименты кто как любишь кто что любит мы договорились бьерном и со всеми ну как бы тут уже что-то показывает сохранить лучшие шутки до эфира и вот это бьерн то что ты бы оставил да у нас сегодня помимо основных участников у нас есть супер ученый который будет нас вводить в мир физики химии и всего остального представьте меня зовут а отчество валерьевич и валили мне подходит здорово ребятушки будем делать разнообразный эксперимент поэтому сразу пробежимся по технике безопасности они давай сначала познакомимся здравия к тебе как миша испачкался вот здесь протри здесь что-то я кирилла можно вопрос сразу учить а мы вопрос руку поднимаем потом вопрос опусти ты в туалет хочешь выйти в туалет потом вопросы много болтаешь кирилл так джимба тебя как зовут практически так подходит хорошо мадам привет я здесь это колонки на меня смотри я здесь привет тебя как зовут все запуталось давай потом к ней вернемся фриви а так то это вам спрашивают дети ты наверно в школе на первой партии сидела все время да оксиджен ящик батарея джимба все будет хорошо так ребятушки по технике безопасности сразу быстро ты чё жожа здоровье успокойся не нервничай все хорошо дай поглажу ты мне уже не нравишься знаешь какая тема я ненавижу мужиков волосатых с бородой очки оденут вообще лица не видно ужасные люди прожина кошмар да что он никому не нравится вот и все а мне нравится и мне тоже нравится третий класс что ли напиши ему записку валентинку я не знаю все хватит болтать собрались будем наукой заниматься наука дело тонкое по технике безопасность учетка от боли рук на стол положили нормально сложили и все будем занимать вот так сидит в ладони начинает не так не надо нас неправильно поймут собери руки обратно полтора часа нас будут буллить да судя по всему не сам отключится так что происходит полторня собрались итак братскролики по технике безопасности свои пятые точки пятые точки значит смес без команд не поднимаем свои маленькие вот эти как их а у тебя большие вот эти отростки вот эти что это у тебя такое на руках страшное короче пальцы свои вот эти никуда не засовываем да что все было хорошо все живые здоровые ушли и я без заявления в мвд тоже сегодня домой поехал не так флэх договорились я просто все собрались тихо спокойно так чрезвычайной ситуации итак мы начали эксперимент произошел бабах и палец решил один удалиться что нужно делать первым делом кто знает рука наверху положить палец в лед так здоровяк погоди давай объясню тебе как работает поднятая рука а я просто я не понимаю мне можно руки поднимать или нет давай я объясню тебе как работает поднятая рука я задаю вопрос ты я знаешь ответ да поднимаешь руку да ждешь пока тебя спросят и только потом отвечаешь смекнул все ровненько и так брат скролики поехали вопросики я пришел с вот такой здоровенной штукой вот синяя здоровенная штука кто знает что это такое канистра самогона ты моя ласточка пятерка тебя она руку не подняла смысле пятерка она красивая девочка а ты здоровенный мужик еще я ничего не могу предположить что в этой канистре находится что-то сжатое я спросил что это такое канистра нет это сосуд короче это суд дюар был учен французский да по фамилии дюар да такая у него была дюар дюар четыре буквы д-ю-а-р запомнила дюар запиши ручка есть держи записывай давай все же забудешь через пять минут и рядом с пердюжом дюар он где-то в этой компании всегда хотел оказаться так короче придумал термос чтобы хранить в нем вот такая сосуд дюара термос внутри вакуум внутри колба там находится жидкий азот короче ахуния вопрос в связи с развитием манеры сетевых технологий вы уже чувствуете бесполезно своей профессии вот так вот решил да самое сердце мы только познакомились хорошо же начиналось все вот ты уже бесишь меня тоже вот садись с ним рядом будьте вдвоем меня справа знаете просто это есть ли вы джимба джимба это что вообще это и в оксиджен джимба батарея ты чё делаешь то блин батарея комплиментов ответил вначале а ты меня перебиваешь соберись извините пожалуйста уважаем не такая красивая уже да уже уже тоже уже вроде бы ты ничего так все говорят азот это газ такой как кислород бутан пропан углекислый газ да газ собирается в большую тару чё запускаешь там я тихо у кого-то болтает телефон там короче большая тара засовываем самую холодную в мире морозилку здравия хоть это должен знать давай самая холодная в мире морозилка сколько градусов не менее малейшего представления вот так вот я так и знал вот минус 273 минус 273 абсолютно совершенно неверно да давай чего ты думаешь меня к сапета я чихнуть просто хотела давай апчи хорошо так температура минус 196 градусов молекулам становится невероятно холодно чтобы немножечко согреться что делают молекулы молекулы начинают сжаться друг другу жмутся 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 четыре тысячи раз превращаются в капельку сделали все пальцы замочки теперь тоже самое за спиной это голова это кола голова шея спина вот здесь спина собери не ломай руки просто разъедини соедини сзади итак минус 196 градусов очень холодно у вас тут достаточно уютно и тепло потому что ваши большие добрые сердечки здесь все согревает поэтому холодному азот становится безумно жарко он начинает кипеть как кипяток без всякой плиты мы сейчас все посмотрим но начнем с того кого не жалко иди сюда ура ты просто опоздал а мы за кадром у ребят опрос делали они сказали что ты держу руки за спиной видишь кипит да про шагика дунь сильнее мистер учителя у меня азот на ноге можно я его смахну а то больно не знаю а можно у меня бородавку прижать ой давай потом за кадром сделаем в отдельном выпуске ты дуешь как девчонка надо сильно о молодец вот это прикольно в простонародье процедурка называется криво сауна а мы будем банан туда опускать кто не пустил сюда я понимаю банан туда опускать очень вкусно давайте так вот короче процедурка когда делаешь так называется криво сауна я знаю такую процедуру замедляет старение все остаются молодые сразу как получать свою спорю спорта нет почти да ну может по голове все нормально все давай здоровья пробовать надо просто дунуть стаканчик стаканчик дуй пожалуйста мне кажется я понял давай 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 о смотри с третьего раза попала обалдеть давай ты попробуй кто как можно промахнуться тыж полуметра дуешь дуй стаканчик я попала соберись просто дунь стаканчик не надо свое если не думать что-то не произойдет все если ты откуда ты давай разомнись немножко бро давай давай собери сильно видно профессионал видно не первый раз вот поэтому нормал дэшники все джимба ты остался давай да не воняет а ну чё ты алис алис а вот такой джимба так с этим разобрались едем дальше минус 196 градусов кролик джимба ну ты чё серьезно сколько тебе лет 90 кролик джимба все записал запиши короче минус 196 градусов очень холодно самые простые вещи при контакте с такой холодной температурой становится аккурат необычно куда он убежал иди домой все берем шарик обыкновенный на потрогай настоящий не уверен давай консилиум созовем это все понятно мы раскрыли так видишь шарик шарик пердушка ты молодец мы же это репетировали с тобой позавчера и так шарик обновенный я опускаю его прям жидкий азот вы дружно считаете до пяти до достаем спорим что произошло готовы ты до пяти умеешь нет попробуй сейчас ребят тебе подскажут и так все вместе и 7 8 ты меня подводишь ты всегда так считаешь раз плюс четыре 1 цифра 1 1 1 2 3 4 5 достаём на шарик дымится я чему показал эту кубу причинный эксперимент вау как было безумно круто это еще не конец серединка твой выход смотри на основе этого прекрасного эксперимента шариком я задумал новый старт давай придумаем анекдот пронизывается кривострижка смотри подожди 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 тихо ты понятно готова нет тебя это голосование было короче смотри мы берем твои волосы опускаем их в жидкий азот они замораживаются превращаются волосы сосульки мы достаем значит и все ломаем то что осталось на голове кривострижка ну что-то типа того я люблю корешки просто можем сделать вот покороче или как у джимба там вообще смотри экономит на шампуне здоровяк все давай опускай давай резинку снимем да не бойся все нормально будет волосы не пальцы отрастут новые резинка так тебе больше не нужна заберу себе мне нужна понимаешь да о чем я и так чтобы не было обмана подвинься сюда да ладно вырастут ты не читала блин начинаешь сейчас нальем свежачок чтобы не было никакого обмана так смотри потрясающе сейчас что происходит нам пизда да ладно все поворачивайся расслабься получаю удовольствие так волосы голову назад шею тебе не гнется сходи к массажисту ты что-то хрустишь как-то так короче берем от все ну че опускаем нет 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 что вы застыли считаем один два три не влазит рапунтик блин пять шесть семь на пяти никто не убит уже восемь tests давайте еще чтоб кто то что içinde 9 силы пять супер series ходила моих просто когда не вопросы ты двигаешься не шевелись готова Нет? Не ломаются. О, они холодные. Не ломаются. Итак, вопрос. Почему? Шарик сломался, а волосы не ломаются. Здоровяк, твой вариант. Ну, понятно, в принципе, ожидаемо. Волосы имеют бористую структуру. Да. Так, твой вариант. Потому что, наверное, в шарике было куда сожматься и стать хрупкими, а в волосах нет? Нет, дело в том, ребятушки, что шарик китайская Мэйденчина, а девчуля Мэйден Раша. Они просто не ломаются, вот и все. Поклопали смелые девчонки. Садись. Достаточно научный ответ. Спасибо тебе большое. Смотри, кошмары перестанут сниться через два дня. Потом полгода к психологу. И ты забудешь сегодняшний день. Все, молодец. А вы подать завтра шиночку? А вы резиночку не вернете? А, блин, не заработал резиночку. Все, ну что, братцы, погнали дальше. Мне нужно парочку с мячком. Вот ты, умный человек. Пожалуйста, не я. Иди сюда. Давай, выходи. И вот ты, иди сюда. А можно создарвить? Ну ладно. Не-не-не, он слишком большой, здесь мало места. Мы вдвоем вместе не влезем. Просто в кадр, понимаешь? Мы слишком статные мужчины. Так, вам нужно скинуться камень, ножницы, бумага. Ножницы, бумага. Раз, два, три. 15 лет. Давай быстрее. Раз, два, три. О, ты, значит, проиграла. Первый раз в жизни будешь рада, что ты проиграла. Вставай сюда. Ха, лох. Смотри, это тебе. Так. Держи крепко, двумя руками, бобину над головой. Вот так. Ага. Так, смотри. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Не-не-не, вот так. Растопырь пальцы. Нет, не так. Растопырь. Широко пальцы. Шире. Да, шире, все. Все. Тихо, тихо. Предел. Не надо, лопнут пальцы. Короче, смотри, тебе нужно сейчас заготовиться. Олег, ты слышишь меня? Да. Сосредоточиться. Я Андрей. У меня плохая память на имена. Короче, сосредоточься и смотри только на пальцы. Договорились? Ты глаза закрыл. Ты на пальцы смотри. А они у меня приятные. Все, нормально, тихо. Все, смотри на пальцы. Опять руки свои загребущие. Эта хрень может упасть. Она протекает. Итак. Это какая-то пытка средневековая. Смотри на пальцы. Внимательно смотри на свои пальцы. У меня пальцы ушли. Еще внимательнее смотри на пальцы. Ты смотришь недостаточно внимательно. Еще чуть-чуть внимательнее. Это слишком много. Чуть менее внимательно. А теперь скажи нам всем честно-причестно, какой палец нравится меньше всех. Бери мизинец, без него норм. Мизинец. Мизинец. Просыпаешься и прям бесит тебя, да, получается? Ну и в кофе не там. А, фу, не улыбай, все. Ты руки мил хотя бы. Нет. Смотри, короче, ситуация какая. Берем твой палец, выливаем на него жидкий азот. Он замораживается, превращается в сосулину. Потом вот это... Подожди, стой, куда ты? Потом вот девчонка улыбается. Смотри, видишь, она со всего маху. Как швендарах. Значит, по пальцу тебе бобиной. Пальц на мелкие кусочки. Аплодисменты. Все счастливы, все довольны. Тебя. Называют себя Олежа Беспалой с этих пор. Олежа? Несмотря на то, что он Кирилл. Андрей. Что, прикинь, здоровяк тебе говорит, давай пять. А ты такой, у меня четыре. А? 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 Серьезно, что ли? О, мы выяснили, у тебя нет всех способностей. Ей надо спать. Что это вообще такое? Рука антиракса, что ты сделала? А как? Короче, смотри, все, давай. А можно все вот только без выливания? Я не могу. Нет, тогда она просто шарахнет тебе по пальцу палкой. Давайте тогда я, я просто сильнее. Нет, ну, в смысле, ты выиграл. Это твой выигрыш, она проиграла. Ей не повезло, она участвует как бы с этой стороны. Помнишь, как ты меня переиграл в игре? Все, давай, палец. Все самое плохое. Так, смотри, короче, ты здесь стоишь, руки над головой, я лью, и ты с криком «Война». Покажи, крик. Нет, это испуганная девица была, давай, «Война». А, 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 давай вместе. А, 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 а. Вот, вот с таким криком шарахаешь ему прямо по руке. Хорошо? Да. Супер, отлично. Дай, чуть отойдем. А в чем эксперимент? А, ну, мы посмотрим, как азот, кстати, азот, к соприкосновению, с человеческой кожи, все классно, хорошо. Ты один палец, ты оставь, что-то все руки у тебя выставило, ты вообще без пальца подстанешься. Все, давай. Ну, это немножко физкультуры еще, мне кажется. Мне правда бить его? Готовы? Да, шарахни сильно только, ладно? Все, давай отрепетируем, а то ты, мне кажется, нервничаешь немножко. Соберись. Смотри, куда делся подопытная моя мышка? Тшшш. А. Ты бежать должна и бежать. А, вот, все, да, 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 все, вставай назад, восхитительно. Давай, пальчик. От того, как сильно ты ударишь, зависит твоя дальнейшая жизнь. Скажи пока пальчик. Я ударю сильно. Все, готово? Давай. Че, серьезно, ну, понешь пацана попать? Ты ей денег задолжал или че? Капец, это просто, это было... Ты видел, сколько ненависти в ее глазах было? Она ужасный человек. Это все было проверкой. Ты что? А-а-а. Дело в том, что если мы поливаем на руки жидкий азот, между рукой и азотом образуется кислородная прослойка. А можно? Ну, пожалуйста, ну, чуть-чуть. А-а-а. Что ты чувствуешь? Что ты чувствуешь? Вот. У меня глазок. Так вот, кислородная прослойка, азот отталкивает, да хватит, запихивает все, какое непихуемое-впихуемое запихивает, успокойся. Давай лапку, да? И азот отталкивается от кислородной прослойки и убегает по своим делам. При этом сами руки остаются абсолютно сухими. И совсем не пахнут. Потому что, да хватит за 50, блин, потому что... Что отталкивает азот? От кислородной? А-а-а. Что, ничего, нет, что, выпендриваешься? Холодно. Можно руки сполоснуть? Мне уже было. Вопрос следующий. Можно ли сполоснуть руки? Если мы поливаем вот так кислородной прослойки на коже, азот отталкивается. Но если мы опустим руку вот так, кислородная прослойка и найдем маленьких пузыречков по коже выйдет наверх, исчезнет и будут ужасные химические ожоги. Поэтому если сильно, конечно, хочешь, то можем потом это сделать. Так, Джимба, остался ты. Давай ручку свою. Попробуешь. Я знаю, ты хочешь, просто сидишь, стесняешься. Класс. Классно, я тебе говорю. А как вы думаете, можно пить жидкий азот? Мне в попу налилось. Да. Нет. Да, правильно, один раз. Правильно? Побил и все, больше ничего никогда не пьешь. Замечательно, Зашипински. Так, смотри, кто мне нужен? Помощник еще какой-нибудь. О, ты не был. Джимба, иди сюда. Давай, выходи. Тут это один момент, его Милан зовут. Да. Ничего, мой дед играл Джимба в 15-летнем «Капитане». Смотри. Смотри, в принципе, это зажигалка. Так, Милан. Я не Милан, меня Евгений Владимирович, мы договорились. Милан. Милан. Что? Милан. Для тебя Джимба, что хорошо. Милан, говорились. Милан. Милан, короче, смотри, это зажигалка. Так. История следующая. Нажимаешь, горит. Не нажимаешь, не горит. Нажимаешь, не нажи... Что происходит, когда не зажигаешь? Не нажимаешь, не горит. Не горит. А она, я первый раз увидел, я офигел, полдня потерял. Смотри. Все поняли, да, что происходит, когда не нажимаешь? Да. Смотри, тебе нужно будет по команде меня немножечко поджечь. Угу. Значение слова «немножечко». Жги в сердце. Ты не бегаешь за мной тут по кругу, по дому, типа «Гарри, Гарри, ясно, что будет, да?» Угу. Не халатик, пока я отверну, ты ща попрыгаешь. Не надо. Угу. Не волосы. Угу. Не бор... Руки. Хорошо. Критерий. Руки. Угу. Я человек чистых инструкций. Да я вижу, ты такой, с прошлой пятницы мечтаю кого-то поджечь. Как хорошо, что ты заехал. У-ху-ху-ху-ху-ху. Так, хорошо, смотри. Эксперимент стоит в следующем. Есть водичка с мылом. Понюхай. Мыльная водичка, классное мыло. Я у вас здесь нашел нахуй. Нормальная тема. Я тебе говорю. Да, это газ. Газ-пропан для зажигалок. Мы выпускаем газ прямиком в водичку. Ой-ой-ой. И вместо того, чтобы он улетучился, да, он собирается прямо в мыльные пузыречки. И у нас получаются потрясающие пузыречки с газом, да, которые мы так вот достаем, поджигаем, да, и они вот таким вот образом потрясающие горят, да. При этом ручки целые невредимые. А можно меня? Подожди, сначала он, он меня поджег, теперь моя очередь. Мак и волшебник. Скажи, пожалуйста. Только сделай что-нибудь, абсолютно мать. Ты когда-нибудь горел? Надо две руки одновременно. Да? Не первый раз? Ну ты не видишь, я отвечаю немножко от ребят под цветом. А-а-а, ты про... А-а-а, минуточка расизма произошла какая-то. Никакого расизма, это моя жизнь. А-а-а. Смотри, это совсем не больно. Как будто миллионы голок одновременно пиваются прямо в кости. Вот. Ты главное это, руку не сжимай. А-а-а, а то я не смогу тебя потушить. Подушить? Нет, надо потушить, да. Ну как бы, а ты руку сошли и потушить. Нет, душить не буду. Тушить. Да, ручку выпрямляй. Все. Готов? Я выживаю крыльчью огня. А теперь на основе этого прекрасного эксперимента мы сделаем из вас гирлянду. Абсолютная власть! Тю-тю-тю. Это я тушила так, потому что я напрягаю. Но было лучше! Конечно, было лучше, но... Какой отстой. Это все. Не, ну было хорошо, когда стрим вырубился. Просто она настолько громко крикнула, что вырубила все. Первый раз было смешно, а сейчас... А у вас не пишется сорси, ребята? Может быть, есть. Все, есть еще? Просто рук вниз тряхивай. Поехали. И голову чуть прибери. Назад. Передавай. 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 А-а-а-а! Давай-давай-давай-давай-давай-давай! Абсолютно! Е-е-е-е! Класс! Супер! Все, молодцы! Нет, ты без пылина. Да, 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 да. Конечно, это... Да, в принципе, он правильно говорит, наверное. Я не знаю, о чем, правда. Короче, выглядит это следующим образом. Все, питание пошло, и проверим мы это все на прекраснейшей лампочке. Давай, вставай. Ты уже ближе всех сидишь, будешь главный подопытный кролик наш сегодня. Дина, только не прикасайся к ней. Чем ближе к источнику энергии, тем ярче горит наша лампочка. Чем дальше, тем слабее, 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 пока не выключается совсем. Любое электромагнитное поле имеет радиус действия, да? Чем ближе к источнику энергии, тем ярче, чем дальше, тем слабее. Также можем сделать вот таким вот образом. Ближе, ближе, еще ближе. А, что, что, что? Кто? Лампочка не может там жить. Да, он не выдумывает. На, ты попробуй. После этого, конечно. Вот таким вот образом. Короче, можно взять телефончик и подзарядить. Я придумал куда лучше. Можно ли взять телефончик или подзарядить? Как думаете? Ну-ка. Давайте попробуем убить муху. Замани ее туда. Ну как, они вот у нас летают. Никола Тесла вот об этом явно не думал. Можно, да? Не думал наоборот. Нет, на самом деле есть такая штука. На даче ставишь, она выглядит как теннисная ракетка. Вот, только вместо вот этих вот веревочек, которые для тенниса, да? Там натянуты проводочки. Она бьет током. И она, короче, каким-то звуком приманивает. И они прям сами туда летят и током их фигачат. Есть такие клавишечки, светящиеся. Бзык, 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 бзык. Да, и отлично помогает насекомым купить из себя. Смотри, сейчас мы на тебе и проверим. Я просто сам никогда не пробовал. Суть в чем, да? Основная электрическая мощь в данной катушке уходит на нагревание лампы. Да? И поэтому мы можем спокойненько... Нужно попробовать? А можно... Конечно, нужно попробовать по одному сядь. Ты вот, ну, как суетная. Телефончик убрал, смотри-ка на него. Ну, ну... Опиши, что ты чувствуешь? Я даже не знаю. Его бьет током просто сейчас. Как будто ты... Но лучше внешней стороной больно. А так не больно. Тут кожа... А так больно. То есть правой, скорее всего, ты вообще не почувствуешь. Так это же... Давай, давай, быстрей. Это же снова... На что похоже? Абсолютная власть! Опять гоня вам запах. Вика, только не трогай ее. Прикольно. Прикольно. Так, кто что-нибудь попробовал? Ты забираешь, и вот это очень понько есть. Да-да-да. Как будто только дергает, или что? Вы когда собирали эту катушку, рассчитывали... Это магнитное поле. Давай. Ну, микро... Это микро, как комарики кусают. Да, такой небольшой электрофорес небольшой такой. Типа того. Типа того. Пенсия зашла. Смотрите, ситуация следующая. Не буду. Кожа подгорает. Верхний слой сгорает. Это как на море. Приезжаешь, идешь, а там, значит, аквариум, там плавают маленькие рыбки. Ты засовываешь в них свои грязничьи ноги, да, и они съедают все отмерзшую кожу. Тут такая же система. Такие же ожоги от этого остается. Да. Может ли человек передавать электричество? Да. Пойдем попробуем? Нет. Давай, иди дергай. Давай, иди дергай. Давай, иди дергай. О, давай, иди дергай. В чем суть? Мне просто... Вставай сюда, наверное. Ты боишься? Отсюда будет удобно. Давай начнем с пальчика. Можно нам на пальчики сделать? О, это любовь. О, это та самая картина. Ну, там тяжело. Ну, я... Да, ну, типа, сейчас тут как-то надо... О, я вижу. Между вами искра! Вау. Еще разочек. Еще разочек, да? Ты готова? Можно. А если мы дальше выстроим цепь? Не, ну... Было. Мало, заряд маленький. Рассеется. Давай, иди сюда. Давай, нос. Было чуть-чуть? Нос. Нос. Просто смотри в камеру. Вот так вставай. Тебе сейчас это все самое классное достается. Там надо как-то показать, чтобы было, да. Блин, ну это вообще ржется чуть-чуть. Не было ничего-то-чет. Блин, Бёрт, а если бы... Мы могли проверить, можно ли передать еще с другой места? Ай, я почувствовала. Ой, я почувствовала. Ну, типа как комарик. Ну, знаешь, такая. Ты тоже хочешь, давай. Ты можешь сидеть, мне вставать. Смотри. О, было! А если бороду? Она подгорит? Не, ну, должен быть контакт между двумя человечками. Борода не выдает электричество. В лицо лучше ведешь нам. Нам в скором времени понадобится кипяточек, поэтому было бы здорово нам полторашечку кипяточка замутить. Будем варить людей. Брат кролики, что еще хотел рассказать вам? О чем-то я там остановился. Температура жидкого азота. Сколько у нас? Вы запомнили, надеюсь? 173. 8. Я бы на вашем местечке. 196. 6. 8. Вот, ладно. Спорим? Так, вам бы сейчас все убрать со стола, ребята. Температура жидкого азота. Особенно человечков. Температура жидкого азота минус 196 градусов, да? Да. Температура кипения воды, кто знает, сколько? 100. Плюс-минус, в зависимости от плотности, да, которая вода менее плотная, быстрее скипает, соответственно. Да. Если мы смешаем сейчас жидкий азот, я наливаю жидкий азот, минус 196 градусов, да, и потом сверху мы туда будем заливать кипяток. Перепад температуры составит сколько градусов? 96. Думаю, не думаем. Минус 196, это почти минус 300. Ну, в смысле, 300. 300 градусов, абсолютно правильно. Ты смотри. А скажите 300? Ты намного умнее, чем выглядишь. Спасибо. Он выглядит довольно умным, что за пиздёж. Этина, не так надо было. На одну стрессе сколько перепад? А сколько? Ну, конечно же, 300. Мы большие молодец. Давай! Давай! Эксперимент тракториста. Ух ты, ты смотри. Дай ей ещё раз ключи от каламбуршины. Она что-то у нас... Она уже вся вляска. На самом деле, корону я бы вернул. С короной тоже было неплохо. Мы будем еду замораживать? Конечно. Нормально. Банан, возможно. Банан очень вкусно. Он получается, как конфета такая. Вау, спецэффекты. Фоткайте, Чат. Ты сейчас ничего не ори, потому что нас сейчас опять выпьет из эфира. Извините. Начнётся какой-то беспредел лютейший. Ну-ка, дунули туда все вместе. Неплохо, неплохо, неплохо. Смотри, помолодел. И вам сразу весело стало после этого. Начинает шататься. Я вижу пары, веселюсь. Потому что она выжимается. Она же пластмассовая. Вот здесь начинает замораживаться. И как и всё. Вот смотри. Кушинчик остыл? Да, да, да. Логично, логично. Абсолютно логично, точно и верно. Конешненько. О, чё, несут нам кипяточку? Могу заморозить. Они просто надоели. Лови, лови, лови. А что сейчас будет? Вот это тоже убери. Давай, тут сейчас всё намокнет. Вы в халатиках, это хорошо. Я вот так ещё на всякий случай. Я готова намокнуть. Привстану-ка. Итак, один, два, поехали. Да, 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 да. Было понятно. Класс. А кто пукнул вот под шумок вот, скажите? Ну, Екс, ну перестань. Никто не пугает, что? А, нет, я не думал, что это пьём. Всё классно. Вот такой прекрасный эффект. Перепад температуры. Азот, наверное, нагревается. А колбасу можно накинуть? Вот, на тебе для колбасы. То есть так, в принципе, можно какую-то бомбу запрести. А, отсылочка. Короче, все смотрели, наверняка, у нас же фанат нового, наимеется, «Тёмного рыцаря». Смотрели? Не, ну «Тёмный рыцарь» — это база. Ну, это конечно. Там была потрясающая сцена, когда в городе... Так, ну-ка. Ну, про «Тёмного рыцаря». Подожди. Кит, ты туда опускаешь. Прям туда опускаешь. А как её достать-то теперь? Жесть. Разбей, разбей. Нет, она не там. Она ещё не доморозилась, положи ещё. Она не доморозилась. Морозим, пусть стоит морозиться колбаска. А вы про «Тёмного рыцаря» пока. Так, про «Тёмного рыцаря». Короче, знаменитая сцена, которую снимали на натуре, когда переворачивается в городе фура. Он её... Подожди. Он её останавливает, типа как трос натянутый, бах, и оно переворачивается. Вот фуру переворачивали взрывом, направленным жидкого азота. Короче, взяли... Так же есть чайничка. Почка. Одну секунду. Чуваки, очень скользкая. Супер аккуратно вставайте. Окей, всё. Бочка направлена на взрыв. Как нефть перевозит вот это на баржах, здоровенные такие по 300 литров, там, железные бочки, цистерны. Она была снизу закреплена, да, и просто в какой-то момент взорвалась, потому что азот всё время разжимается, и если вы, ну, грубо говоря, мы возьмём, да... А катализатором-то что стало? Ничего. Он всегда расширяется. Смотри. То есть просто со временем, да? Смотри, если вот это заткнуть, заварить, вот эта штука рвозёт... Не, не затыкайте, пожалуйста. Она её разорвёт, она взорвётся. Азот всегда расширяется. А как он переводится, если её нельзя заткнуть? Так, всегда открытый. Всегда открытый? Серьёзно? Да. Он всегда вот так? Да. Потому что всегда потихонечку оттуда выходит пар. То есть, в принципе, затыкание вот сейчас этой дырки можно воспринять как какую-то угрозу. Да, абсолютно верно. Её нужно заткнуть чем-то очень плотно. Если ты просто добьёшь туда чего-то, это просто выстрелит от... Аааа, господи. Смотрите! Что там в колбаске? Что за лего? Колбаса аккуратно только. Не порежь колбасой. Жесть. Не порежься колбасой. Смотри, язык обожжёшь. Холодное, 200 градусов. Вика, достань. Зуб треснет. Вика, фу. Так я ж не я. Надо чуть-чуть подождать. А реально в рот всунула? Так можно есть, только попозже. Попозже, чтобы не это. Ой-ой-ой. Вот с пола. Мороженое там делают, да? Да всё, что угодно, в принципе, можно делать. Мороженым делают. Смотрите, осторожно. Например, из фруктов и сливок делать снизу. Стоит вот резервёр с азотом. А можно буквально сделать заточку из колбасы. Да, заточку из колбасы. А, да ещё, конечно. Так вот. Нет, трещит таз. Не затыкается. И, короче, когда сморщишь сцену, супер отлично видно, что когда она переворачивается, у неё из середины, где у самого кузова валит белый дым, это направленный взрыв жидкого азота. А почему они... Давайте дальше тогда. А почему они выбрали именно такой направленный взрыв? Дешевизна? Ну, конечно. Азот сейчас 80 рублей за литр стоит. Как его производят? На наши деньги. То есть они в рублях прям... Она такая... Ну, конечно. Они здесь покупали, вот здесь, вот, знаешь, недалеко. Завод есть. А как его производят? Замораживают газ. Просто замораживание газа. Заживание газа. Ну, нужна офигительная дорогущая оборудование. Замораживают. А так, в принципе... Я замораживаю, да. Большой холодильник. То есть ты реально пердишь холодильник, закрываешь? Да, только очень быстро. Замораживают закрытие очень быстро. Так, ну что, братцы, кролики. Я доем потом. Что, колбасу переводить, что ли? Сейчас оттаять, сложите и, пожалуйста, куда-нибудь... Это, между прочим, молекулярная кухня. Я за это в ресторанах, за вот это бы с вас, знаете, сколько денег взяли. Только на тарелку бы красиво положили. Ну, куда лучше. Короче, покажу, как взрывал Нолан свою фуру. А просто зальем и будем ждать. Мы зальем, закроем, там ждать буквально пару минут. Может быть, мы так... Может быть, у кого-то есть игрушечная машинка? Можем взорвать что угодно. О, более чем. Вообще красота. Супер. Давайте, может быть, с этого Нолана поставим? То есть реально под бутылку... А где мы возьмем машинку? Под бутылку? Слушай, нет... Там я видел, гуляют дети. Можно отобрать у детей. Пойдем. В любом случае мы можем идти ехать. Да, погнали? Попробуем. А если ящик в голову плетит? Вот, не держишься? Тут не куча. Смотрите назад, только не кувыркнетесь, ребят. Я вас умоляю. Ты знаете, как в том, что... Ой, хорошо! Жесть! О, свинеть! Оно без шуток... Оно без шуток глушануло довольно-то. Нормально. Я, когда научился эту штуку делать, я приехал домой. У меня есть человеческий детеныш, да, два. Вот. Мы, короче, я говорю, блин, я научился такую тему делать. Я говорю, и ты сейчас просто упадешь. Мы, значит, выходим во двор. Я говорю, я беру бутылку, это как рычал сон, такая плотная была. Мы заключили, а у нас дома, они как бы идут, ну, как бы, типа, как колодцем шли, типа, как квадрат такой был. О! Мы шли во двор, значит, я закрутил, все, значит, кидаю. Ну и ждем минуту, ждем, две ждем, три ждем. Я говорю, ну, не получилось, сынок, он расстроился. Я говорю, пойдем, мы сейчас за угол зайдем там и купим мороженое. Я говорю, и все, и будем пойдем дальше гулять. Он такой, ну, пойдем. Мы вышли, значит, из дома стоим в очереди в палатке мороженое. Да-да-да! Уи-у-и-у! Я говорю, о, это, походу, мы так офигенно присели немного. Не повторяйте этого дома. Ни в коем случае обязательно нельзя. Мне кажется, можно станы наделать вообще. Можно хватит. Можно хватит, да? Ладно, спасибо огромное. Очень благодарим нашего безумно крутого преподавателя. Это было суперкруто. Ура! Спасибо, ребят, что позвонили. Спасибо огромное. Класса. Спасибо огромное. А мы потихонечку, пока ребята обнимаются, мы потихонечку переключимся на наших коллег. Они играют и будут сейчас играть в Mortal Kombat.